Доброе утро, уважаемые трейдеры! Меня зовут Роман, и в ближайшее время мы будем анализировать рынки вместе. Евро-доллар 1.1965 цена закрепляется выше исторического уровня сопротивления. 1.1960 с образованием обратных ложных пробоев. Тем временем США в пятницу опубликовали данные по строительству жилья и потребительским настроениям от Университета Ничигана. Результаты первого отчета превзошли ожидания как ранее розничной продажи, так и данные по безработице. А индекс потреб доверия, хотя и не оправдал прогнозов, но вырос к максимальному за год уровню. Также был зарегистрирован рост 12-месячных инфляционных ожиданий. Британец продолжил рост к закрытию торгов в пятницу и достиг в Америке максимального 7 апреля уровня 1.3837. Пара продолжает торговаться вблизи максимумов, получая поддержку таких факторов, как боевой настрой фунта и интерес рынков к риску, преодолевая отметку в 1.3856. В течение завтрашнего дня внимание трейдеров будет приковано к данным по безработице, которые публикуются Национальным офисом статистики. Ожидается, что уровень безработицы повысится до 5.2%. Что касается валют океании, то риски по австралийскому доллару являются повышательными и направлены на 0.7785. Краткосрочные условия перекупленности предполагают, что в ближайшие несколько дней австралийский доллар вряд ли сможет пробить уровень 0.7785. По новозеландскому доллару аналогичная ситуация. Среднесрочная нисходящая коррекция начала разворачиваться вверх, выйдя из пределов нисходящего канала. На данный момент пара тестирует уровень сопротивления 0.7150. Что касается канадца, то здесь среднесрочная восходящая коррекция начала разворачиваться вниз, пробившись ниже крепкого уровня поддержки 1.2510. И швейцарский франк продолжает активное падение цены на фоне растущей волатильности с пробоем сильных уровней поддержки 0.9290 до 0.9235. Новость о том, что США перестали называть Швейцарию валютным манипулятором, осталась незамеченной для трейдеров. Тем временем индекс доллара в результате среднесрочного снижения цены пробился ниже сильного уровня поддержки 92.25, открыв путь к следующей цели 91.55. Доходность Treasuries немного выросла сегодня после масштабного падения. Доходность десятилетних облигаций торгуется сейчас в районе 1.58, восстановившись от минимума четверг 1.52. Между тем, цены на золото в пятницу держались в районе двухмесячных максимумов, и такая динамика вкупе с ростом, показатель открытого интереса, может указывать на потенциал дальнейшего роста цены в краткосрочной перспективе. Ключевое сопротивление располагается в районе 1800 долларов. Цены на нефть снижаются после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели, и цена Brent на торгах в пятницу поднималась выше 67 долларов за баррель. Однако попытки рынка пробить уровни сопротивления не увенчались успехом, натолкнувшись на волну фиксации прибыли. Многие аналитики, тем не менее, ожидают подъема стоимости Brent до 70 долларов за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США. А что касается американских фондов индекс S&P 500 и NASDAQ, наблюдается глобальная восходящая тенденция и продолжает устанавливать новые максимумы цены на фоне очень низкой волатильности и дивергенции на объемах. В пятницу стало известно, что инвесторы вложили около 25 миллиардов в фонды акций и почти 18 миллиардов в фонды облигаций за неделю, завершающиеся в среду, и это максимальный приток за 10 недель. Спасибо за внимание. Всем успехов.